МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Александр Игнатов, и это программа «Бокс в лицах». Сегодня гость нашей программы – Руслан Проводников. Руслан Проводников – российский боксер-профессионал, выступающий в первом полусреднем весе. Весовая категория – до 63 килограммов 500 граммов. Родился 20 января 1984 года в Березово, Канты-Мансийский автономный округ. Рост – 168 сантиметров. Боксирует в правосторонней стойке. Женат. Имеет сына. Боевое прозвище – Сибирский Рокки. В любителях провел 150 боев, 130 из них выиграл. На профессиональном ринге дебютировал 3 декабря 2006 года, провел 28 боев, одержал 24 победы, 17 из них нокаутом. Потерпел 4 поражения. В 2013 году владел титулом чемпиона мира в первом полусреднем весе по версии WBO. За свою карьеру встречался с бывшими и действующими обладателями мировых титулов, а также претендентами на чемпионские пояса. Среди них американцы Де Маркус Корли, Тимоти Брэдли, Майк Альварадо, Крис Алгиери, Мексиканец Хосе Луис Кастильо и аргентинец Лукас Матиссе. Руслан, закончилось летом. Расскажи нам, чем занимался и когда приступаешь к процессу подготовки к боям? В принципе, тем же самым. Единственное, что я сейчас жду, что вот-вот мне позвонит наконец-то Вадим, мой менеджер скажет, что Руслан, вот дата там уже конкретная, что нужно выезжать. То есть можно сказать уже в ожидании того, что скоро поеду на подготовку. Ну, надеюсь, что в начале сентября поеду. В принципе, занимался все тем же самым. То есть тренируюсь каждый день. То есть каждый день. То есть кардио, кардио. Ну, в основном все кардио. Бегаю. Вот сегодня уже даже соскучился по лапам. Уже постарался как бы бокс не от бокса отдыхать. Но уже соскучился, уже устал. И сегодня вот я своему менеджеру второму позвонил Вадиму. Андрею попросил его побить лапу, потому что уже бегать уже просто. Я говорю, три месяца просто бегаю. Делаю кардио. То есть стараюсь себя держать. Потому что межсезонье никого не щадит. И стараюсь сидеть за местом, да, чтобы каждый день бегаю. Ну, и так, семейные дела, общественные дела. Очень много езжу, встречаюсь с детьми. Бываю разных. Был очень много где-то. Где только не бывал. Старался посещать все турниры боксерские, которые мог посетить. Встречался с детьми в залах. То есть, ну, обычная моя такая... Общественная жизнь. В прессе очень много обсуждаются предстоящие бои. Это твои как соперники с Келлом Бруксом и с Ривесом. Но, чтобы встретиться с Келлом Бруксом, это другая весовая категория. Тим, ты легко набираешь вес и легко переходишь до весовой категории. Выше, ниже. Ну, чтобы встретиться и с Келлом Бруком, мне нужно подняться. И чтобы встретиться с Ривесом, они все боксируют уже в 66. Ну, мне, в принципе, в любом случае, набирать не надо, мне только скидывать. Я сейчас все равно вешаю намного больше, чем в 63 и в 66. Так что разницы нет там, гонять мне в 63, либо согнать мне в 66. И в 66 даже будет немного легче согнать, да, там, на 3 килограмма больше. То есть, ну, я уже пробовал в 66 драться, да, нас? То есть я себе чувствую прекрасную там виду. Да, и мощи хватает, слава богу, для этого и своей категории. То есть всего хватает. Поэтому проблем не вижу. То есть проблема только с тем, чтобы соперники были готовы со мной драться. Проблема, самое главное, это одна. Вот я сейчас ездил в июне в Америку и встречался с директорами HBO. Они сказали, Руслан, проблема одна не то, что бы не хочет драться. Вот и все. Ну, они пообещали, что на ноябре, на осень дадут какие-то даты, получу. И что... Хотелось бы, конечно, чтобы завершить год такой яркой и уверенной победой, хорошей. То есть, понятно, что хочется получить соперники, хорошего соперника, такого как Риосов. Вот. Вот сейчас переговоры, то есть, идут с ними. То есть, постараюсь сейчас пока менеджера тоже не дергать. То есть, он мне говорит, Руслан, шансы хорошие. Дай им, как никогда. То есть, я... Да, чтоб ты был готов. Я готов, то есть, все, я жду. Вот я говорю, все, жду, что в любой момент Вадим мне позвонит, сказать, Руслан, все, вот дают дату, надо выезжать. Сумку собрал и сразу стартую дату. Руслан, как тебе новость о том, что Роя Джонсон хочет, Роя Джонсон младший принимает гражданство российское? Мне, если честно, все равно, если он хочет быть гражданином нашей страны, ему нравится. Ради бога, мне от этого не жарко, не холодно. Не, ну ты же с ним знаком, вы встречались. А потом, как к России? Вроде бы, Хармон любит Россию. Ну, если он хочет получить гражданство, то, наверное, ему нравится Россия. То есть, он, по крайней мере, он очень часто об этом заявлял. И, по большому счету, он ко всем русским ребятам хорошо относился. По крайней мере, ко мне. Хотя у него там нет ни в комментариях, все равно, это прослеживается какой-то... Расизм. По крайней мере, когда я выходил драться с Брэдли, у него это проскальпывало, за что, как бы, там ему немножко стык дали. Вот. А так, хороший парень. Ничего, ну... Если Владимир Владимирович не против, ради бога, добро пожаловать. Тем более, многие ребята наши там получают гражданство, живут, выступают, тренируются. Поэтому, почему бы нам сюда кого-то, какого-то боксера или нет, тоже не дать ему гражданство. В принципе, это не проблема. Да, если тем более Владимир Владимирович наш президент не против. Ну вот видишь, он заявил о том, что он хочет построить бизнес здесь, готовить российских парней, ставить на ноги боксеров и так далее. Вот у тебя есть такая идея по завершении карьеры заниматься тренерской работой? Нет, я уже много раз говорил, что я тренером себя не вижу. И вот это не мое. Помогать, помогать, поддерживать спорт, поддерживать детей, ребят молодых. Чем мы сейчас уже и занимаемся. Вот Сергей Владимирович, да, открыли свою форс-компанию, то есть бойцовского противобория, лицом которого я являюсь. То есть мы уже, у нас уже не просто дружеские, у нас уже какие-то партнерские отношения, мы рассматриваем уже ребят, как потенциально к нам уже обращаются, мы их уже некоторых ведем. То есть вот таким способом. Ну и просто как бы у себя в регионе, там в округе, где я родился, где я вырос, где я проживаю, поддерживаю, помогаю не только спортсменам, стараюсь быть полезными, ну и просто простым детям, детские дома и тому подобное. То есть я думаю, что в этом вот сейчас, осенью, в сентябре, уже откроется зал первый имени Руслана Проводникова в Нижнем Тагиле. То есть вот таким, ну тренером я себя не вижу. Это не мое это. Недавно мы встречались с Александром Поветшиным и были на такой, можно сказать, не презентации, а разговор шел об открытии нового клуба в Каминску-Райске и под руководством компании «Витязь». И чем лицом является Александр Поветшиным. Вот. Вот Поветкин, кстати, очень хорошо отнесся от тебя о том, что ты то же самое делаешь. Вот. И это вы одни из немногих, которые помогают детскому спорту. Вот ты и он, говорит, да, вот Руслан, какой он молодец вообще. Как ты относишься к тому, что не все хотят, как-то сказать правильно, что не обидеть никого другим боксерам, которые не занимаются такой работой? Ну, это личное дело каждого. Осуждать, я думаю, что я не тот человек, который должен кого-то осуждать. Каждый. То есть, ну, допустим, у меня такие принципы, вот у Саши такие принципы, вот может быть, у нас правильные с ним принципы. И не только у меня, я знаю, что Денис Лебедев очень тоже, понятно, что у него может быть, там, ну, у всех разные возможности, да. Многие же просто думают, люди, что, о, что они там в Америке дерутся, там, что они там миллионы зарабатывают. То есть, у многих вот такой складывается. Ну, нет, нет вот этого. То есть, я хочу просто... Некоторые просто вот уже, знаете, даже без доли стеснения, там, или еще чего-то, просто вот так вот поступают, писем очень много, и говорят, помоги, там, то есть, то есть, понимаете, думают, что вот мы такие миллионеры, что у нас там, ну, вот те деньги, которые мы зарабатываем, это, ну, мы их зарабатываем, очень тяжелым, то там копейки, копейки, у нас тоже есть семьи, у нас тоже есть родственники. То есть, и по мере возможности, понятно, что стараемся помогать всем. Вот, поэтому вот такие вот, как Саша, там, Денис, да, и знаю еще многие, то есть, они очень много тоже встречаются с детьми, не отказывают детям, даже вот просто, простое встреча с детьми, это вот тоже уже способствует развитию не только бокса, спорта, а когда люди еще и материально помогают, не только вот там в своем присутствии, но еще это имя может, помогает развивать спорт, да, это вообще здорово. Просто, ну, осуждать тех, кто вот этим не занимается, ну, это их личное дело, кто-то хочет просто вот, вот, стали чемпионом мира, либо добились чего-то, хотят, не, кайфовать, да, ну, пусть кайфуют, а кто-то, допустим, считает нужным, не, 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 скажем так, это время не распылять там, налево и направо, там, ходить там своим лицом, там, вот, получать какие-то привилегии тому, что там его узнают, и, да, и очень много дарят, там, всякие, то есть, а еще и отдавать, то есть, по крайней мере, у меня такая, принцип такой, мне повезло в этой жизни, да, немножко, нужно не только брать, нужно и отдавать, так же, вот, я говорю, многие, есть, ну, многие ребята, которые так же, живут такими же принципами, и мне приятно, когда, там, тот же Александр и многие другие много встречаются с детьми, разговаривают с ними о спорте, о жизни, да, там, и помогают детским домам, я знаю, что они там поддерживают тоже детские дома, то есть, посещают, и, конечно, такие, может быть, даже Роид Джонс сейчас начнет. Ну, самое главное, чтобы, знаете, это было не для показухи какой-то, вот, вот что, для меня очень важно, чтобы это, вот, кто-то сделал, да, и, вот, и обязательно, как бы, я не знаю, многие, мне даже порой, если я что-то делаю, мне даже порой не хочется, чтобы приходило то тебе или нет, потому что я это делаю, вот, просто потому что мне хочется, а не потому что, вот, чтобы это показали, чтобы, вот, знаете, дал копейку, да, раздул, там, как будто на миллионы, у нас, неосравление, идет с чиновниками нашими, поэтому, вот, главное чтобы это было от души и от чистого сердца не так для чего-то там чтобы там без кончика то есть вот главное вот это ты часто встречаешься с чиновниками часто последнее время очень часто я очень вот сейчас я еду сантимансийская проезжал через ханты-мансийский то есть заезжал так чиновник это же пусть у нас березово строится должен начаться строительство надеюсь в следующем году в начале года вот весной помещали что уже начнется зал имени рафа от родникова который подарил наталья владимировна то есть я стараюсь держать на контроле который потому что знаете как бывает можно таким долго строить долгий ящик все это вот это вот вся бюрократия пока это бумажная вся пройдет и поэтому я это держу сам лично на контроле помимо того что я встречаюсь со своими главами района когда приезжаю березу сразу же кому я иду первый то сразу к нашему главе владимир ивановичу и по дину и сергей владиславич и кратченко пользу сучателю привет да но они не сразу отчитываются ну я просто как бы раз был сейчас проезжу через ханты думаю заеду лично встречу с человеком который тоже нет отношения к этому залу да и узнает у него лично что там у нас зала но вот на сегодня с этим раз таки написал мне смс-ку что все 9 19 сентября документы выходят ценовой экспертизы то есть и там уже идет где то есть это последний этот этап ценовая экспертиза то есть нас получит то есть ну вот такие вот и поэтому очень много общаясь вы вообще как бы нужно с этими людьми общаться если ты хочешь я стараюсь общаться я стараюсь не просто с ними общаться мой какую-то свою помощь предлагает то есть совместные какие-то проекты делаем еще что то есть здорово как бы приятно когда то есть мне друг друга дополнять да там дополнять и что-то совместное сделает не звонят порой там кто-то съездить с кем-то встретиться еще что то есть такое то есть я пользуюсь своим знакомством нас ними и это можно как бы правильное русло за знакомство смотри но многие боксеры говорят что они политику не лезет бог не политики ты интересуешься политикой мне бы хотелось бы может быть не интересоваться и не лезть до дну вы поймите когда твое имя становится больше то есть то есть ты становишься уже публичным человеком ты хочешь не хочешь ты уже там я затягиваю туда и обязываю не обязывай просто очень допустим вот я не буду сейчас ходить далеко взять мой поселок маленький 8000 семей и вы же понимаете что в этом поселке имя рекламу бродяков оно и понятно что я уже имею какое-то влияние очень много людей земляков прислушиваются к моему мнению вы же понимаете что чиновники это тоже понимают они же тоже сюда поселка и и кому они в первую очередь идут или спрашивают кого-то совета если что-то надо то понятно что вот таким активными людям как вот я то есть и ты хочешь не хочешь что ты уже там хоть ты даже не собираешься туда поэтому лучше вот я выбрал такое лучше я буду как бы контролировать где-то какой-то моменты да какие-то общаться с ними и что-то делать полезное чем я совсем там ну и вообще до интересоваться надо поигрышом мире творится что этого не плане деться мы же умные люди по крайней мере стараемся стремимся к его хорошо руслан есть фитнес-центре ратиборец выставлены две картины то подарок твой расскажи о них что по неким подарен и вообще их историю вот эта картина это сбои эльварада когда то есть это боя матиса с последнего боя то есть наш промоутер всегда на такие значимые то есть это большие бои такие бои всегда вот у него есть художник очень друг хорошего который вот рисует такие картины то есть они очень дорого ценятся то есть вот он когда для истории и он всегда к на пресс- конференцию вот перед перед боями то есть просят чтобы должен запечатлел скажем так вот красками вот это событие да и вот он отец конференции дарит всем то есть ну как всем значимым людям по ничбе ложки когда там тренеру моему соответственно мне там на то есть такие штук 8 допустим 12 он закажет это как нарушает это это память да и эта история да вот такая картина то их там 8 вы даже не 8 получается вот это вот их 20 экземпляров вот у меня первое то есть понятно что про фармонтуса то есть мы первый экземпляр дарит мифик это вот первое из 20 там первое из 2 до 12 то есть вот таких получается картин всего 20 штук вот таких всего 12 знаете это эксклюзив если это эта история то нет история это поэтому мы рады что эти это картина висит вот я где-то в домах а вот то есть многие многие как бы верят руслан ты привези домой никому не дари оставь я считаю что ну думаю я повешен кто их увидит я только да ну может вам друзья которые приходят а тут ведь это должны видеть это же красиво это же история да так же как вот вот тут вот стату статуэтка да которые сделали кубинцы подарили мне вдруг заказывал на кубе вдруг в москве живет в этом на москве и передал это вот то есть он без руслан никому не отдавай вези домой я ему сказал гайдар я ее привезу дома и что и она будет дома стоять и никто видит это должны видеть все я и привез туда и подай не подарил и передал этому кубу раку горючка она стояла и не бывает это уже какая-то такая визитная карточка где много поклонников фанатов вот например вчера я связывался с артём наградовым который ведет в контакте группу народный чемпион который передает тебе огромный привет пожелания и удачи вот он просил мне передать артём выполняет твою просьбу трусану и привет и все пожелания до личности ничего не знакомы но вот группа кстати очень нравится молодцы очень качество очень хорошо ведут и сначала ты случайно живет то же самое видео вот если не переписываешься но так нет нет немножко в основном как бы держит там я вдруг скажем так и пишет надо я если что напишет там я отвечаю вот так стараюсь меньше время это понятно потому что рабочий график не позволяет не просто я просто я бы стараюсь меньше в интернете находиться общаться как бы я же верю лучше я почитаю лучшие стихи получил вот поэтому мне это больше удовольствие доставляли мы говорили с тобой обо всем что ты любишь какую музыку какие фильмы и так далее вот мы говорили о двух моментах таких это вот если твое любимое место куда ты хотел бы себя приезжать кроме дома и где бы ты бы хотел бы побывать вещью ну я думаю что здесь мое любимое место здесь народа же не надо наверно долго гадать да там все наверно прекрасно знает то место где родился и где вырос и где живу это посылок береза это мое любимое место куда я всегда люблю возвращаться вот еще ну вообще много мест на эти вот что касается вот где бы мне хотелось побывать желание где побывать очень много то есть мне очень слава богу я живу в таком прекрасном районе как березовский район где есть сарампау и сосва это вот сарампау и оттуда берет начало уральских гор тому просто красота вот все кто там не бывал и если хотят просто вот такое не тронутая очень просто природа обалденно даже везти далеко никого не надо 300 километров мы поняли у нас логистика очень тяжелый район большой деревень очень много логистики общение какой то есть только вертолетом либо где там по воздуху по реке пока вода большая либо зимой по зимнику то есть там вот такие ну да там 300 километров вроде бы да там до сарампау ли туда по зимнику ехать 12 часов представляете этим очень тяжело хотя там очень красиво вот был на байкале мне очень понравился всем рекомендую просто бомб это вот время просто вот мне хочется и мне очень нравится и хочется площадь такие места вот природу именно природу какие-то вот дикие уголки вот хочу на камчатку попасть вот хочу я тоже ничего побывать на какие-то такие места вы знаете на самом деле это такая энергетика я почувствовал когда приехал на байкал я просто восторг и хочу участок на камчатку искать хочу снова полететь сарампау и исходить в горы подняться пешком на горы там у нас есть такая гора народная одна из самых самая высокая гора уральская у из уральских гор находится на сарампау вот у нас там очень красиво правда тоже энергетика такая горные реки вообще бомба просто никак практически никакой цивилизации просто вообще бомба какая рыбалка охота рыбалка но я не охотник конечно порыбачивать нет нет там особо вообще люблю привела последнее время беру меня все потянет до того туда тихие места я не люблю клубы ночные там вообще как бы суетует и все я стараюсь говорю больше оставаться один и уединяться куда-то уезжать если есть возможность и последнее время все больше и больше хочется куда-то посещать какие-то ночные клубы еще что вы а тем более ехать куда-то вот там не за границу отдыхать там с кем-то мы как многие сейчас молодежь там любит турции еще куда-то по подешевле да и где можно помочь не хочется это там если бы надо быть там надо изучить свою страну вот он ты делал что у нас в конце в россии очень много таких мест просто кто-то ехать там за границу и даже в этом году вот не понизил кто съездил куда в америку это потому что по делам среди будет так бы я да и не поехал я бы уехал бы на байкал на байкал и блатные секунды очень понравилось тоже блин если кули киргизии да было тоже классное озеро обалденно красота тоже вот вот знаете поэтому вот я еще сейчас целью меня ты что мечта посовую потому что сейчас слава богу есть возможность спокойно сел да поехал единственно что все упирается во время время так что вот скажи не мечтаю цель съездить побывать там увидит что он на самом деле тоже удивительный час посадить владимир иваныч мы сейчас не встречались не несколько для 3-4 назад с ним разговаривали и он разговаривали что руслан съездил и торчат это будет вообще вот он меня еще больше выразил но руслан спасибо тебе надо был кратко интервью желаем тебе удачи желаем новых побед от болельщиков от фанатов от группы продюсного виноградова спасибо тебе и не сего последний вопрос кто победит чак норрис или брюсли это вечная вечный вопрос где просто никто не не знает ответ ты меня не любишь не жалеешь разве немного некрасив несмотря в лицо от страсти млеешь мне на плечи руки опустив молодая с чувственным оскала я с тобой не нежен и не груб расскажи мне скольких ты ласкала сколько рук ты помнишь сколько губ знаю я они прошли как тени не коснувшись твоего огня многим ты садилась на колени а теперь сидишь вот у меня пусть твои полузакрыты очень и ты думаешь о ком-нибудь другом я и сам люблю тебя не очень утопая в дальнем дорогом сергей есенин